Поприветствуем следующего докладчика. Всем привет, меня зовут Денис, я из продуктовой IT-компании Market Guru. Тема моего доклада «Как пережить спринт в один год и переехать в кликхаус». Ну, поехали. Немного обо мне. Разработчик, больше 10 лет опыта, тимлид, техлид, ну, в общем, было много разного. Специфика работы. У нас продуктовая IT-компания, мы работаем в сфере B2B, то есть наши клиенты – это продавцы на маркетплейсах. Соответственно, из них это 20 тысяч клиентов в месяц, 6 тысяч в день. Ну, нагрузка небольшая, не аховая. Дальше интереснее. 60 миллионов товаров в сутки, 6, то есть 2 миллиона в час, больше полутора миллиона поисковой выдачи в минуту мы пропаршиваем. И, ну, раньше было 4, уже 5 терабайт в день с Wildberries. Наш продукт. Ну, тут все классика жанра, аналитика, товары, отзывы, рейтинги, статистика продаж, упущенные выручки и так далее. О чем будет доклад? Доклад будет немножко про технические вызовы, с чего все начиналось, как мы к этому шли, на какие грабли натолкнулись в процессе ввода в эксплуатацию кликхауса, ну и выводы. Чего не будет? Не будет низкоуровневой математики, очень сложных кейсов, там, Яндекс и все такое. Предпосылки. Ну, собственно, товары. На Marketplace есть товары. Они выдаются в категориях, у них есть свои бренды, продавцы. Собственно, вот эта поисковая выдача, то есть пользователь вводит, например, iPhone, и ему выдается, собственно, какие-то товары. На нижнем уровне они состоят из размеров со складов, остатков с ценами и, соответственно, рейтинги довольных пользователей. Все это надо, собственно, собирать. Как собирать? У нас на горизонте 20-й год, это было когда-то давно. Продукт на старее МВП, то есть что это значит? Самые дешевые виртуалки у хостера, потому что деньги не резиновые. Passgres ставим просто в каждую виртуалку, ну и заливаем туда данные. Как заливаем? Парсеры все это дело собирают, и вот так вот в каждую базу данных на каждый день все это кладется. Вот такая у нас функционально шардированная база данных. Ну и, собственно, тоже в таблице справочники мы это все тоже сохраняем. Что дальше? А дальше у нас, естественно, никаких аналитических запросов на лету не будет. У нас Passgres. Для этого у нас есть воркеры, которые подсчитывают заранее всю эту статистику и кладут туда же. К этому всему мы добавляем просто приложение, которое смотрит туда же и отдает это все пользователям в браузер. Реализация. Тут тоже все очень простенько. Таблица фактов. Вот такой небольшой экзампл. Одна строчка в день на один товар. Все остальное засовываем просто в эту строчку, в JSON-B. Ну, что мы имеем? Ну, тут все очень простенько. Огромные объемы апдейтов и инсертов. Не знаю, какая это цифра в день получается. Ну, иногда жесткий диск говорит до свидания. И с этого всего вытекает следующее. Умирающий автовакуум. Потому что это Passgres. И в нем есть JSON-B, который очень хорошо работает. Из этого вытекает то, что у нас раздувается таблица, которая не может сама себя чистить. Ну, и тут, собственно, почти приплыли. Немножко мы с этим боролись, боролись. А что делать? А делать надо то, что нужно бизнесу. Нужно выпускать новые фичи, нужно их успевать посчитать. А времени нет, время у нас ограничено 24 часами. И мы уже как бы не укладываемся на выпуск новых фичей. Ну, собственно, катить перед собой, это уже немножко невозможно. Весь этот велосипед. Что делать? Искать решение. Ну, почитали в интернетах. Для таких задач хорошо подходят колоночные базы данных. Ну, и, соответственно, вот кликхаус на слуху, надо пробовать. Подумали, как его заинтегрировать в наши сценарии. Ну, естественно, можно запустить в параллель. Мы потихоньку на него переползем. А мы в нужный момент времени рубильник и в продакшен. Ну, естественно, мы не с бухты-барахты это все делаем. Нам нужно подготовить план. Нужен план. Во-первых, поддерживаем все существующее, чиним баги. Делаем маленький такой сэндбокс для того, чтобы все это потестить. Что да как. Естественно, просто вместо пасгресса суем кликхаус и думаем, что все будет хорошо. А справочники оставляем также в пасгрессе. Залили, проверили. Результаты просто отличные. Одна-две секунды на любые аналитические запросы по этим данным. Мы очень были довольны этим. Проблем, естественно, не нашли. Ну и, собственно, принимаем решение, что надо, собственно, двигать дальше. Теперь вот мы так и думаем, что сейчас все заработает и вот будем в радужном мире. Первая неделя прототипа. Наша команда. Счастливые и довольные. Ну, как бы можно было сказать, что они жили долго и счастливо, но у нас, собственно, наш доклад. Спринц в один год. Немножко юмор, немножко не юмор. Было и не смешно. Поставили задачу, естественно, в жире. Что было за этот год? Во-первых, перестройка всех процессов, перестройка всех схем, перестройка всех заливок. Ну, в общем, полная, тотальная перестройка несколько раз по кругу. Ну и, естественно, грабли. Переходим, собственно, к нашим граблям. Интеграционные. Это, собственно, грабли о том, как мы пытаемся заливать данные в кликхаус и на что можно напороться. Как заливать? Ну, понятно. Надо вставлять много данных в базу. В пасгрессе у нас конкурентные запросы, они батчами туда что-то вставляют. Все более-менее нормально держится. Ну, кликхаус, естественно, этого не любит. Ему нужно побольше, но пореже. Ну, блин, почитали доки? Есть буферные таблицы. Огонь. Берем пример из доков. Вот такой вот. Ну, естественно, все классика. Всунули. Как это делает? Чувствует себя на таком небольшом бигдата. Во-первых, большой поток инсертов. Ну, у нас он типа большой. Это 2 миллиона строчек в минуту. И буферы равномерно заполняются, скидываются на диск. И почти одновременно. Естественно, утилизируют в этот момент все CPU, которое они могут поутилизировать. И прикол в том, что входящие инсерты ставятся на паузу. Это же буферные таблицы. И партинг останавливается. Помним про то, какой был единорог у нас там в начале. Вот мы такое вот и получаем. Что делать? Решение. Ну, во-первых, нужно попробовать, например, подобрать параметры под ваш поток данных. Может быть, из этого что-то выгорит. Ну, мы немного, например, расширим оперативную память. Либо попробовать асинхронные инсерты. Ну, немного такое себе. Хорошо подойдет, если вы небольшие пачки, например, инсерта с селектами вставляете. Ну, для нас не подошло, потому что было как-то все равно морально неспокойно. Надо попробовать что-то другое. И вуаля, мы нашли кавку. Не знаю, почему мы сразу ее не нашли. Что это дает? Результаты партинга складываем. Партинг в этом не тормозит. Он вообще никак с базой не контактирует. В кавку равномерненько все это заливается. И, о, в кликхаусе есть движок кавка. Отлично. То есть руками не надо ничего переливать. Ну, давайте пробовать. Это такой простенький пример. То есть табличка с кавка-движком, материализованная вьюха, и все это просто селект-звездочка, погнали в таблицу. И какие могли возникнуть проблемы? Во-первых, такая слабенькая проблемка, то, что это, во-первых, не бесплатно, и все это, весь этот балет, на него нужно цепу. Этим немного тяжело управлять, потому что там таблицу или перестраивать, или матвьюху надо перестраивать. Ну, тут все, в общем-то, по классике жанра. И самое маленькое, немного совсем неприятное, это то, что у нас утечка памяти на дистанции 3 дня, и она где-то внутри кавка-движка. Ну, немножко это нас огорчило, потому что приходит омкиллер и убивает кликхаус со всеми, кто там жил. Блин, как так? Вроде продакшн-риди. Все должно быть хорошо. Ну, мы начали искать и нашли очень хорошее решение под эту задачу. Это называется кликхаус-синкер. Здесь представлена небольшая схема, как его можно использовать. Понятное дело, парсеры или другие воркеры пишут в кавку, тут все понятно. Синкер — это такой воркер, который вставится на кавкотопики, и, собственно, он и переливает эти данные в кликхаус. Все просто шикарно. Во-первых, не надо писать свой велосипед, он уже написан за нас. Одно приложение может писать, в том числе, и на разные шарды, оно это поддерживает. Это если у вас несколько шардов. Поддерживается автосхема, это вообще практически бонус, не надо ручками писать каждую колоночку в дефиниции синкера. Ну, в некоторых случаях надо. И управляемый параллелизм. То есть можно настроить параметры, трэш-холды, вот примерчик. Чтобы несколько потоков, например, в кликхаус ходило, а не один. Чтобы, например, буфер-сайз на количество строчек можно настроить, где-то чуть меньше, где-то чуть побольше. И прям вот большие пачки улетают из кавки в кликхаус, все шикарно. Есть маленькие нюансы, но плюсы гораздо перевешивают минусы. Та-да! Отлично. Переходим к следующему типу. Это эксплуатационные грабли. То есть с чем мы можем тут столкнуться? Ну, понятно, в процессе использования либо с дефолтными значениями, либо со справочниками. Ну, потихоньку по порядку. Дефолтные значения. Все очень прозаично. Строки, int, boolean, да все что угодно. Мы на радостях прописываем дефолт value, потому что ожидаем ожидаемого поведения. Но маленький нюансик. Эта штука работает только на инсертах. А второй маленький нюансик. Только на инсертах, которые идут через хттп. А синкер он заливает через TCP сокет. И, естественно, наши дефолтные значения превращаются в тыкву. Ну, как бы понять, простить и отпустить, потому что на это повлиять нельзя. Но держим в уме, что наши дефолтные значения превратятся в дефолтные значения, которые кликаются в дефолтные значения. И все будет шикарно. Играем по правилам игры. Следующий кейс – это работа со справочниками. Во-первых, ну, для чего? У нас есть какой-нибудь запросик, и к нему нужно кусочки каких-нибудь справочных данных подклеить. Join в этом случае, ну, во-первых, недешево, и желательно, чтобы он поместился в оперативную память, иначе финит а-ля. Под запросом будет медленно, и где-то будет даже сильно, а где-то не сильно. В памяти желательно, чтобы эта штука умела поместиться, если мы будем пробовать какой-нибудь дикшенари в памяти. Ну, и у нас есть данные, которые из наших там воркеров, они укладываются просто в Redis, в InMemory, просто актуальное значение всех данных. Ну, так как они у нас в Redis есть, ну что, далеко ходить. А в доках мы нашли Redis Дикшенари. Шикарно. Поставили, и какие мы видим маленькие нюансы. Первый нюанс. Разработчики Кликхауса думают, ну, раз они и так в памяти, ну, значит, мы другие варианты кэширования настроения Кликхауса поддерживать и не будем. Поэтому для этого Дикшенари поддерживаются только директ-запросы. Это, ну, ок. Ну, почему бы нет. И второй момент, что для конвейера обработки запроса вот такая вот сессия работы с Redis, она надо поточная. То есть, если у вас, например, тысяча каких-нибудь строчек в селекте, и вам надо по каждой сделать дикт-гет, ну, приплыли, потому что он по каждой будет один за одним посылать запросы в Redis. Эх, опять 25. Какие решения? Ну, самое простое, если мы используем как-то интенсивно словари, не использовать Redis. Второй момент, что, ну, даже если бы все шикарно работало, на миллионе таких дикт-гетов мы бы все равно по сети, ну, наверное, что-то долго делали. Ну, либо обращаться к этому Redis из ваших аппликейшенов. Все тут просто. Либо, например, использовать просто Passgress Engine. Почему-то мы сразу к этому не пришли, мы надеялись на Redis, который у нас и так был, но, к сожалению, это было неизбежно. Но для тысяч айдишников работает шикарно. Быстро, просто, задорно. Погнали дальше. А тут как бы материзованные вьюхи. Подкрался, так сказать, незаметно Северный Волк. Все просто. Ну, допустим, наши инсерты по миллион строчек идут на таблицу. Самая классика жанра, на нее повешено несколько матвьюх, и каждая из них что-то скидывает в какие-то свои таблицы. Где-то какие-то предагрегаты скидываются, где-то почти чистые данные. Первая проблемка, например, сложные агрегации. Какие-нибудь там grow, grow, buy, или куча, например, агрегатов, которые мы решили посчитать. Где-то выпендриться, может, захотели. Второй момент — это подзапросы. Ну, мы, например, ином решили что-нибудь выкачать внутри нашей матвьюхи. И, естественно, в ин попадают рандомные айдишники вообще из любых гранул. Ну, понятное дело, это будет работать медленно. И, например, несколько джойнов. Ну, собственно, натягиваем это все, выпускаем в продакшн. И, ну, в общем, нам может долго обойтись такая заливка. Какие могут быть решения? Решение первое. Никаких сложных агрегатов. Тут все просто. Никаких подзапросов. Еще проще. Ну, и желательно никаких джойнов. Вот когда все прекрасно, оно работает все прекрасно. Но спустя 9 месяцев мы обнаружили вот такие параметры. Параллельный вью-процессинг. Единичка. Что эта штука дает? Матвьюхи могут обрабатываться параллельно. Не знаю, почему-то по умолчанию они все обрабатываются последовательно. И нужно, собственно, провести какой-то, раскопать где-то этот параметр. Второй параметр, немного более спорный, это оптимизация на инсерте. Например, можно повысить поток записи, отключив эти оптимизации, которые убирают дубликаты. В некоторых случаях это поможет, в некоторых случаях будет такое спорненькое. Ну, теперь следующий кейс. Работа с таблицей связей. Это просто классика жанра, таблица M2M. Понятное дело, у нас тут есть помидоры, огурцы. Ну, и понятное дело, что по помидорам поиск работает шикарно, быстро и задорно. А вот по огурцам как-то медленно. Что делать? Мы находим встроенное решение, это проекции, например. То есть это доп. таблица внутри кликхауса под капотом нашей основной таблицы. Если в V мы встречаем, например, ключ, который входит в проекцию, запрос переадресуется к этой вложенной таблице. Тут тоже вроде все прекрасно. Удобно то, что одно именно на все эти две таблицы, то есть в запросах вы используете просто одно и то же имя. Какие идут проблемки? Первое. Не работают оптимизации сжатия, к примеру. То есть если вы в основной таблице написали нужные вам кодеки, их не будет. Вторая проблемка то, что engine у этой встроенной таблички сугубо мерч 3 без вариантов. Из этого вытекает интересный момент, что, а если вы все-таки используете какой-нибудь replacing, version collapsing или другие с плюшками, то у вас начинают расходиться. То есть либо у вас не будут убираться дубликаты и надо будет что-то придумывать к этому, либо где-то может поплыть статистика. Какие мы нашли решения? Первое очень простое. Никаких встроенных проекций. Делаем просто, брутально отдельную табличку просто с именем projection. Матвюха переливает на нее данные, которые мы суем в основную таблицу. Тут тоже все классически. Там просто select звездочка. Если у нас шардированная таблица, настраиваем сингер, который просто в отдельном потоке из того же топика Kafka заливает в эту проекцию данные. Следующее. Следующее. Это у нас космическая наша одиссея. Кто видел вот такое в космосе? Время выполнения запросов. А что делать? Делать правильно. Их надо пристрелить. Тут тоже все ожидаемо. Но этого не было бы в докладе. Потому что иногда нельзя просто взять и пристрелить. Какие у этого есть причины? Первое. Конвейер запроса берет данные блоками. Это первый момент. Второй момент. KillQuery, если вы его запустите, сможет убить запрос только между блоками обработки. Вот пока вы этот блок еще обрабатываете, то можете не ожидать, что KillQuery что-то выстрелит. И третий момент. Что если вы перешли в финальную стадию агрегации, агрегатов, то там KillQuery тоже уже не работает. И, соответственно, запрос просто с аксессом уже выполнится, а потом уже формально его типа пристрелили. Ну, если выполнится. Какие решения? Тут попроще. Ну, например, мы можем поставить треды. Превентивно, например, прямо на все запросы пользователей, четыре треда, чтобы немножко наши запросы не гуляли по ядрам и не делали плохо другим. Может быть, поможет в некоторых случаях вот этот max execution time на, например, там 42 секунды. Настоятельно рекомендую использовать дефолтное значение блок-сайза и все-таки от него не отступать, потому что когда ваш блок будет, ну, например, там какой-нибудь мегабайт, вот пока этот мегабайт не кончится, у вас KillQuery не отработает. Ну, либо поставить чип-рокси, но про него чуть подальше. Ну, понятное дело, в любом случае хорошо помогает, например, дебут, если у вас там какая-то дативная инсталляция, либо рестарт кликхауса. Теперь переходим к сузапросу. Мне было интересно, какой самый простой способ положить кликхаус, как вы думаете? Есть идеи? Еще проще. Ну, например, селект. Почему бы нет? Просто делаем много параллельных селектов. Очень много надо делать, ну, например, 20 штук. Что мы получаем? Проц в полку, элапсит у нас там в миллионы лет, чтение с дисков и прогресс почти нулевой. А запросы там остаются в этой тайной комнате навсегда. Какие решения мы для себя выработали? Неожиданно. Надо ставить лимиты и квоты на запросы. Это очень сильно помогает. За счет чего? Например, превентивно на сеттинге в users.xml. Вот тут max-threads 4, чтобы все подряд делали, только использовали 4 ядра. Либо на сеттинге в каждом квере, если вы их профилируете и понимаете, что здесь надо чуть побольше, здесь достаточно одного-двух. Ну, вот, собственно, мы про max-threads и про users. К чему это все? У нашего приложения или там группы приложений могут быть определенные SLA. То есть мы хотим, чтобы запросы отрабатывали, ну, например, до двух секунд. Если оно быстро отрабатывает, это, конечно, хорошо. Если их конкурентно много запросов, ну, допустим, до секунды, допустим, до двух. Мы вот выбрали какое-то время. И под это время, методом тыка, что ли, определяем, какое количество ядер у нас на инсталляцию кликхауса есть и какое max-threads мы туда будем вставлять. Соответственно, от этого параметра, если немножко поиграться, то мы, во-первых, немножко ограничиваем всех, как бы, но при этом они утилизируют ядра по отдельности и меньше друг другу мешают просто. Ну, либо вот, собственно, инструмент, которым мы пользуемся. Мы его нашли и очень сильно довольны. Это базовая схемка, куда этот чипрокси можно вставить. То есть эта штука работает по принципу того же самого Nginx, то есть реверс прокси. Ставится между приложениями и, собственно, кликхаусом или кликхаусами, которые у вас там есть, с репликами, без реплик. Что эта штука дает? Первое. Это можно управлять конкурентностью запросов. Какое количество параллельных будет отыгрываться? Временем пребывания в очереди. То есть если за очередь уже там долго лежит запрос, ну, может быть, он уже там и не актуален, потому что у нас же все-таки сла есть какие-то. Третье. Бонус. Чипрокси отстреливает запросы, которые либо превышают время жизни в очереди, либо, например, время работы в самом кликхаусе. Ну, собственно, он сам посылает этот автокилл квери. Умная балансировка. Если, например, какая-то из реплик выпадает, он на нее уже не шлет запросы, рассылает их на живые. Кэширование бонусом идет. То есть если вы, например, часто получаете одну и ту же аналитику, ну, можно ее в Redis загружать, а дальше будет очень быстро. Контроль метрик, потому что там Prometheus формат поддерживается. И в любой случай можно на технические работы отправить в кликхаус. Все это дальше раскидывается на другие реплики, а вы там, например, апгрейд делаете или еще какие-то работы. Та-да! Отлично. Теперь оптимизационные грабли. Это прям самый сок. Когда все хорошо работает, а нужно, например, что-то срезать косты или еще что-то, ну, начинаем где-то под наличь надо. Например, вот, собственно, кодеки, настройки и тому подобное. Кодеки. Тут как бы все достаточно просто. Это колоночная база данных, и она поддерживает поклоночное сжатие. Ну, соответственно, можно их накидывать хоть при создании, хоть альтером. Кодеки общего назначения могут быть, могут быть специализированные под разные типы данных. Ну, и их можно комбинировать, это тоже бонус. Но диски не резиновые, и, естественно, из того, что у нас было, мы выбираем по максимуму, например, ZSTD-13. Он там прям супер пушка-бомба показал себя. Вот, остальные плюс-минус тоже неплохо что-то там делали. Вот что-то они подходят. Вот мы в доках нашли, что нашли, так и используем. Для флотов, для всего остального. Вот, собственно, табличку мы такие сделали. И все, пушка-бомба, огонь, выкатили. Все, радуемся, дальше делаем какие-то фич. Проходит 6 месяцев, и скидыш. Очень долгие мержи, очень много партов. Мы пытаемся увеличить лимиты, например, в background pool size, но это вообще никак не помогает, и наши селекты просто умирают. Ищем причину. Ну, собственно, вот она причина. Что делать? Тушить пожары. Начинаем, естественно, с себя, потом с базы. Выпиливаем все странные кодеки совсем. Они жрут CPU, ставим что-нибудь дефолтное. Дальше опять тушим себя и делаем ресерч кодеков. Потому что надо что-то делать, на дефолте далеко не уедешь. Потушили, делаем ресерч. Дабл дельта. Единственный кейс, когда он что-то там лучше, это если идет постоянный инкремент или декремент в интах. Но у нас такого нет. Горилла с FPC, у них все то же самое, если тоже постоянные, маленькие, одни и те же инкременты, декременты, но где-то во флотах. У нас этого тоже нет. FPC вроде бы он лучше, чем Горилла, но на идеальной последовательности до 10 раз. Но это вообще все, это не наши кейсы. Нам это не подходит и не нужно. Выпиливаем. Дальше. Такие маленькие законы и правила, которые мы для себя выработали. Для коротких строк просто дефолт. Ну, понятное дело, там будет LZ4, к примеру. Для длинных строк можно поставить ZSTD3. Чуть-чуть где-то оно будет покомпактнее по хранению. Главное не переусердствовать. Если у вас там одни строки в таблице, то не надо всем лепить ZSTD3. Будет плохо. Для бинарных или булевых тут просто дефолт. Все прекрасно, там не надо ничего делать. Для флотов никаких специализированных кодеков, просто дефолт. Теперь. Для отсортированных повторяющихся последовательностей. Ну, например, 1, 1, 1, 1, 1. Потом 4, 4, 4, 4, 42, 42 и так далее. DeltaDefault, казалось бы, но он хорошо к этому подходит, прям очень срезает косты. Для рандомных интов. Увы и ах, ну, панацеи нету. Самое лучшее чуть-чуть срезать что-то через T64. Вот. Но он тоже себя, он просто чуть хуже себя проявляет, чем дефолт. Чуть-чуть. Процентов на 5-10. Внедрили. И маленький моментик, это вот этот вот TTL. Есть у нас волшебное слово default, которое мы вставляем вот в эти инструкции кодек. А что это дает? В зависимости от того, как мы это потом выставим в настройках, партиций, у нас этот дефолт, по дефолту, например, LZ4, а в какой-то момент времени мы можем все это пережать на ZSTD3 и, соответственно, еще увеличить компрессию примерно в два раза. И, соответственно, мы делаем этот TTL recompress, что первый месяц, тут текущий, у нас парсинг идет, и там все мержится быстро, потому что там просто LZ4. А вот когда эти данные уже предыдущий месяц, в которых уже никаких инсертов нет и мержей там нет, вот тогда мы их финально дожимаем ZSTD3 и отправляем в архив. Что это дает? Ну, понятное дело, количество строчек и без сжатия, цифры не поменяются. А вот на диске мы таким образом, вот на такой просто партиции из какой-то таблицы, мы, собственно, срезали косты, считай, больше, чем в два раза. То есть в сжатом виде оно получается гораздо эффективнее. Понятное дело, в разных таблицах эта ситуация будет немножко по-разному. Где-то у вас чем больше рандома, тем ситуация будет похуже. Чем больше повторяющихся или еще каких-то значений с какими-то инкрементами, там будет пошикарнее ситуация. Настройки. Ну, мы были бы не мы, если бы мы и в них не вляпались. Особенно, если у нас ничего не тормозит, если непонятно, что не тормозит, если непонятно, из-за чего это не тормозит. А вот в какой-то момент времени у нас не тормозило буквально все, потому что кликаут не тормозит. Так, что же мы там натворили? Поставили 40 тредов, но у нас 40 ядер, почему бы не поставить 40 тредов? Пускай все используют, чем быстрее, тем лучше. Поставили max block size на 10 мегабайт. Ну, чем больше блок, ну, мы там прочитали в документации, чем больше блок, тем как бы быстрее он подработает агрегации на этом блоке, не будет как бы прерываться на следующие блоки. Ну, типа быстрее. Ну, тут более-менее по документации, то есть background pull size мы поставили чуть меньше, потому что у нас там ядер было в принципе не резиновое количество, но мы добавили concurrency 2, чтобы одни и те же ядра использовал для разных мержей и мутаций. Вот. Ну и fetch pull size, мы вообще не знали, какое хорошее значение, просто поставили 36, почему-то не 42. Какие варианты мы выбрали более оптимальными и более рациональными? Max threads примитивно в 5. Это компромиссный вариант. Ядер там 40-80 где-то в том районе у кликхауса. Вот мы на каждый запрос примитивно 5. Если никто не передал какое-то специальное значение в settings, вот он использует только 5. Block size мы вернули просто к дефолтному значению, которое себя хорошо показывает, и больше его не трогаем. Просто на него дышим. 65 тысяч. Background pull size выставили в 24 треда, ну то есть от 40 или 80 ядер суммарно. Вот мы там где-то 30% зарезервировали для мержей. Пускай себе используют, но concurrency поставили 1. К сожалению, сколько мы не наблюдали на concurrency 2, там начинается какая-то лютая дичь. То есть либо у них какая-то борьба происходит, либо еще что-то. В общем, непрогнозируемые мержи, которые улетают куда-то там за тысячи секунд. Поэтому на единичке все прогнозируемо отыгрывается, на зарезервированном количестве ядер все простенько. 128 fetch pull size, ну чтобы быстро обмениваться партами с другими репликами. Реплик у нас не очень много, их там всего 4 было. Но, в общем, оно тормозило, на 128 все хорошо, быстренько эти парты перекидываются между ними. Репликация. Четверки мы оставили такими же, они хорошо соотносятся с 24. То есть из 24 тредов мы 4 резервируем под быстрые мержи. Какие эта штука дает успехи? Во-первых, нет борьбы за CPU. Все прогнозируемо. Kill query, все теперь стабильно работает, никаких зависаний, там все пристреливается как положено. Fetch партов между репликами быстрый и мержи прогнозируемые. Ну и, соответственно, баса и стартует быстро. Там еще были дополнительные параметры, но я их сюда не всуну. Delay и srow почти дефолтные. Мы их там чуть-чуть задрали, потому что в каких-то местах у нас большое количество партов возникало, и это было нормально. Так и задумано. И, собственно, маленькие парты до 100 мегабайт, там тоже есть отдельная настройка, они хорошенько межатся вот в этих своих 4 тредах. Та-да! А, как раз хорошо. Теперь правки в данные. Самый простой кейс – это нужны корректировки. Данные меняются, где-то на маркетплейсах что-то поменялось, где-то они нам вообще какую-то лютую дичь отдали, и нам теперь надо переделать, перепилить. А это все числовые данные, по которым нам нужно считать статистику. И, естественно, за любые дни это может залететь и как бы что-то с этим делать. Ну, понятное дело, альтер-делеты – это не наш вариант, потому что это непрогнозируемо и медленно. Реплейсинг мерж 3 когда-нибудь помержит, но пока не помержит, у нас статистика будет расходиться. Ну, мы остановились на вершин-эд-коллапсинг. Мы увидели там сумм сейл умножить на сигн, типа все панацея, все огонь. Ну, пацан сказал, пацан сделал. Естественно, мы накатили это в продакшн, считаем. Первый день вообще все шикарно, норм. Второй день уже начался какой-то скрип, потому что много партов, много мержей, и все медленно. И самое странное, что у нас остались старые данные. Почему? Почему? Почему их вообще в два раза? И как это вообще могло произойти? Ну, ничего лучше, чем пойти в исходники, мы не нашли. Пошли в исходники, обнаружили вот примерно такую конструкцию, она выглядела по-другому, они там уже немножко перепилили. Кратко это что значит? Что для вершин-от-коллапсинг он считает количество плюсиков и минусиков. И если они хоть чуть-чуть не совпадают, он вообще ничего не собирается мержить. Если бы мы знали об этом сразу. А оправки у нас идут в 90% данных. А это примерно 20 миллиардов в день. И вот, собственно, тут мы сразу такие x3. Ну и вот, собственно, наши инсерты очень сильно тормозят. И, соответственно, вершин-от-коллапсинг мы также на мусорку выкидываем. Что делать? То есть, первое, не использовать сигн минус один вообще ничем не помогает. Второе, партиция на день. Мы за один день что-то там наделали, вот на один день мы ее ставим. Под запрос простой. Вот он только проверяет, мы туда уже что-нибудь записывали или нет. То есть, самые минимальные косты вот этот вот предзапросик. И, соответственно, целиком удаляем сразу целиком всю партицию. Ну, так как у нас за день все равно это все зальется почти 90%. Ну, и мы дольем просто эти 10 и старые выкинем. Ну, и, собственно, актуальные партиции просто храним в отдельном справочнике. Та-да! И у нас все хорошо стало работать. Ну, теперь к релизу на продакшн. Погнали! Ха-ха! Так, что могло пойти не так? Первое. Ну, в дэви-то все работало и даже быстро. Зеленым помечено то, что все вообще шикарно. И чипрокси сделали, и макс треды, по CPU все отлично, а запросы выполняются 40-50 секунд. Идем дебажить. Из рекомендаций, вот, собственно, два примера из документации. Они шикарно себя проявляют. Первый. Это explain, который нам показывает количество партов и гранул. Визуально очень удобно. Второй. Это уже через clickhouse client. В самом конце, там очень большой список логов, особенно если трейс делать. А самый сок, это он в самом конце. Элапсит 15 секунд, и мы имеем 90 миллионов строчек на 2 гигабайта. Казалось бы, цифры небольшие, но прикол состоит в том, что запрос не оптимизирован. То есть мы заранее не знали, когда мы делали на дэви, что это может вылиться, потому что на дэви нет никакой нагрузки, никаких параллельных пользователей, ну, в общем-то, ничего. Один запрос выполнили, сколько там не было гигабайтов, он за одну секунду тебе выплюнул или за полсекунды, и все шикарно. Какие решения? Первое. Проверяем каждый запрос через наши explain или через clickhouse client. Второе. Следим за тревожными маркерами, то есть это количество партов, количество гранул, количество строчек, количество с диска. И обязательно для любого запроса перед продакшен делаем полное нагрузочное тестирование. Та-да! И вот теперь все хорошо. Какие выводы? Первое. Это инструкция по использованию clickhouse. И второе. Это, собственно, сами выводы. Если много данных, то лучше заливать сразу в Kafka. Если есть возможность поставить синкер, соответственно, через отдельный инструмент, не через Kafka Engine, это все гоним. Потому что, ну, например, на шардированном clickhouse придется, например, этот Kafka Engine засовывать, например, в distributed clickhouse, в distributed таблицу, туда засовывать. А синкер хорошо себя проявляет. Если менять надо настройки, обращаемся к профессионалам. Если нужны справочники, пользуемся внешними, например, пасгрессами, либо, например, натравливаем на тот же самый clickhouse, ну, там, где это нужно. Если использовать надо, ну, приходится материализованную вьюху, ну, избегайте каскадов, джойнов, сложных агрегаций и всего остального, потому что это все очень заблочит. И если у вас в эту таблицу идет большой поток инсертов, ну, фини то ля. Он будет не такой большой. Если нужны проекции, не делаем проекции, делаем отдельные таблицы, подбираем кодеки именно под характер данных. То есть после order by смотрим, какая получается последовательность чисел в той или иной колонке. И если под этот характер вам это подходит, значит, стоит ставить и кодек. Если не подходите, просто используйте дефолт. Ну, и, соответственно, вставляем целиком и дропаем целиком. Если нужно что-то очень быстро, желательно поместиться хотя бы в оперативную память, тогда вы можете использовать in-memory справочники. Ну, на основе того же clickhouse или пасгресс. Вот. И обязательно, естественно, делаем для любого запроса нагрузочное тестирование, чтобы потом не делать rollback на проле. И любые запросы пропускаем через чипрокси. Это вот очень сильно нам помогает. Шардирование может тоже очень хорошо ускорить многие запросы, но надеюсь об этом на Saint-Haloa24. Спасибо. Спасибо, Денис. В трансляции был вопрос, использовали ли вы profile-guided optimization, оптимизацию под конкретную нагрузку по данным снятым с эксплуатации хаоса? Так, мы немножко бенчмарком пользовались, профайлом. Мы смотрели, как, собственно, показывает себя execution query, то есть уже лог выполненных запросов, сколько там, например, партов, и как это читается, как выполняется. Но это было уже где-то в середине. Я на самом деле не знаю, ПГО вроде как требует пересборки кликхауса. Вы свою сборку использовали? Мы используем просто обычную сборку. Образ собирают просто из докера, то есть ванильная сборка. Хорошо, спасибо. Давайте перейдем к вопросам из зала. Уже микрофон есть. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Очень интересно. У меня два на самом деле вопроса. Первый. Вы сказали, что у вас обновление данных 90%. Это за день, за год или за все время? Это в день, за месяц. В день, за месяц. А ниже месяца все уже... Ну, получается, предыдущие месяцы они уже не претерпевают кардинальных изменений, а вот каждый день за вот этот текущий месяц могут быть корректировки вообще где угодно, на чем угодно. Понял, спасибо. И второй вопрос про справочники, которые в Postgres. Я правильно понимаю, что справочники нужны и там, и там, и нужна какая-то синхронизация. Вот есть ли у вас этот процесс? Какие используете методы? Мы частично используем какие-то справочники в Postgres, какие-то у нас остались, так сказать, Legacy еще, пока мы использовали Postgres, какие-то мы начали делать на ClickHouse, и там, в принципе, оно нормально, если там, например, нет большого количества апдейтов. Но вот один справочник, он, к сожалению, мы его сделали плохо, и сейчас он немного добавляет дискомфорта, потому что там очень большое количество апдейтов, остается все равно не померженных, там, например, 70 партов, и это тормозит запросы. Ну, в общем, мы от этого отойдем, скорее всего, перепилим как-то на оптимизации. А так, да, есть большая часть на Postgres, там, например, это бренды, продавцы, еще что-то. А вот эти справочники, они разве для данных, которые хранятся в ClickHouse, и для аналитики, они не нужны? Они нужны, просто они там, например, название бренда, то есть это не какие-то аналитические данные, мы их просто подклеиваем, когда уже нам надо. Спасибо. Денис, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Если я правильно понял, у вас сервис сначала был на Postgres, а потом начался процесс миграции на ClickHouse. Вот в процессе миграции Postgres продолжал существовать? Да. Если да, какой командой поддерживался? У вас, получается, параллельно две СУБД существовало? Как вы командные ресурсы делили при этом? Очень хитро. Мы не делали никакие новые фичи на Postgres. Только чинили баги. Как существовал? На том, что было уже в запасе. И как им? Как? Было тяжело. Все ждали, когда будет релиз. Да. Вы в итоге смогли полностью от Postgres отказаться? Или две СУБД осталось? Сейчас в Postgres только справочники остались. И те старые данные, которые в фоновом режиме по чуть-чуть из исторических вещей перетекают в ClickHouse. Понятно. И на все это у вас ушел год? Да. А планировали? Спринт. Спасибо. Можно тогда я сразу в догонку эксплуатационный вопрос задам? А резервное копирование в ClickHouse устроили? Ну да. Но не сразу. Не сразу. У меня такой вопрос. Спасибо за интересный рассказ. Ваш опыт. Вопрос про приоритизацию запросов. Используется ли вы ее? Или может быть сам чипрокси умеет это делать? Ну то есть очередь из быстрых запросов она прям мгновенно проходит, не стоит, а тяжелый запрос там другой очереди? Или может быть они динамически там нет таких настроек, чтобы приоритет на query был и это на что-то аффектило. Но в чипроксе можно сделать разных пользователей с разной шириной конкурентных запросов. И на те запросы, которые медленные и соответственно там пробуксовки могут быть, мы там собственно ограничиваем эту ширину, чтобы не ушатывать собственно бэкэнд. А те, например, запросы, которые очень быстро пролетают, мы там в принципе можем чуть пошире сделать количество конкурентных и соответственно они быстро проигрываются, быстро освобождают ядра, чтобы медленные продолжали что-то делать. А быстро и медленные определяются от того пользователя, ну короче, от очереди, в какой он записывается? На этапе нагрузочного тестирования, на этапе подготовки фичей каждые запросы тестим, проверяем и дальше видно, что запрос медленный, ну он идет сюда, запрос быстрый, он идет туда. Спасибо. Функциональность чипрокси, то есть сервер кликхаусный, содержит все, все там, бенчмаркалка встроенный, клиент встроенный, почему чипрокси или он прям тоже есть встроенный. А там нет очередей, то есть там можно например настроить max concurrent query на уровне кликхауса, но если у вас например аппликейшены посылают еще какие-то запросы, они просто идут лесом с ошибкой. Просто можно попросить наверное разработчиков кликхауса встроить прокси внутрь сервера, чтобы, хотя бы бинарника сервера, если он уже база данных, он уже хранить данные умеет, и очередь там написать вроде как это не rocket science. Мы не пытались, но чипрокси уже в принципе больше года существует, и если core команда решила не встраивать, наверное на это есть причина. Может они просто еще не решили не встраивать. А может у них есть более сложные приоритетные задачи. Действительно. Денис, спасибо большое за доклад. Очень интересно послушать, когда реальный кейс, как реально разбирали. Про DTL вопрос. Вы там показали, что в кодеке вы перекомпрессуете. Вот вопрос, выборка при этом не страдает между более свежими данными, которые на одном кодеке получаются, а часть уже на более серьезном сжатии. Второй, если не страдает, вы не думали сделать несколько степеней? За месяц данные похранились. Один, второй зажмем сильнее, сильнее. Да, вопрос хороший. Тут какой момент. Помимо LZ4, у него там допустим показатель единичка, опорное значение. Мы идем собственно в сторону ZSTD. И дальше. 1, 2, 3, 4, 5, до 22. У эффективности сжатия там график он такой спадающий прямо на нет сразу после трех. То есть можно сжимать, но мы увеличим время почти каждый раз в два раза. И профитов мы от этого с каждым уровнем плюс 1%, плюс 2% и ради чего. А насчет выборки вообще ничего не страдает. По именно разжатию, то есть когда эти селекты проигрываются, у ZSTD и у Z4 примерно одинаковое время выполнения по разжатию. Поэтому в общем-то ничего не теряем и нет нерационального смысла. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Я просто чуть-чуть опоздал. Если у вас 90% апдейтов, а зачем кликхаус? Потому что по тем миллиардам строчек, которые собственно и апдейтятся, нужно статистику считать. на пасгрессе? Я не уверен. То есть статистика считать на статических данных, а если идет изменение данных? У нас есть и те данные, которые и не меняются, но вот в том месте свет клином сошелся, что они меняются и приходится с этим жить. Заливаем парт, убираем старый парт. Все отлично. А потом парт сказали у вас суточный. Да. За день мы его укомплектовали, на следующий день мы просто комплектуем новый вместо него, а старый потом выкидываем. То есть на следующие сутки данные не меняются? Данные могут поменяться вот те, которые в этих 30 днях. Не предыдущий день, это вот за день меняются данные просто в рандомные данные на интервале 30 дней. А у вас парт только суточный и вы мочите этот суточный Прямо суточный парт и потом в одном парте сразу замесим. На 30 днях а внутри этого парта хранится данные за месяц. То есть он так же как бы за месяц, но мы его один день формируем и сразу целиком выкидываем, чтобы не было альтер-делитов и всего остального. Хорошо, спасибо. Скажите, а вот как вы агрегаты считаете? И сравнивали вы, ну вот вы сказали насчет проекции, сказали насчет матвью, а внешних, ну то есть вы считаете агрегаты отдельными таблицами. Сравнивали ли вы варианты, когда агрегаты считаются где-то вовне, ну в том же постгре, например, да, затем уже готовые агрегаты в виде обмена секций переливаются в клик-хаус или все-таки в клике? Вот такой сложный вариант мы не рассматривали, может мы не додумались просто. Агрегаты у нас есть, например, те, которые для справочников это просто argmaxы, чтобы просто латос, а вот для статистики мы их не считаем. То есть мы подготавливаем данные, чуть-чуть укрупняя их, ну например, одна строчка за день, какая-то суммарная, ну например, из этих 60 миллионов товаров с какой-то уже небольшой укрупненной статой именно за день, потому что минимальный шаг день для статистики туда-сюда. А дальше уже идет просто реал-тайм запрос на другой табличке, которая уже прям по шардам распилена, и шарды занимаются обработкой этого запроса на лету. То есть получается у вас дороже считать агрегат, чем отдать чуть быстрее по ранее рассчитанным агрегатам была вообще все предпочитанные витрины с агрегатами. Фоновые воркеры их считают, прям в кликаус вставляют, и мы оттуда просто сели лимит-оффсет. А вот вы сказали, агрегаты на день, все-таки агрегаты считаете, то есть избавляется от транзакций. Ну мы укрупняем, избавляемся от большого количества строчек, укрупняя просто до одной строчки. В клике. В клике. Но прикол в том, что нам невыгодно, не подходит делать агрегационную таблицу, потому что пользователь может натыкать любые фильтры, и уже агрегаты потеряют смысл, они не подойдут предпосчитанные. Нужно будет как раз-таки собирать из кучи-кучи-кучи строчек какую-то определенную выборку для аналитики. Денис, давайте следующие вопросы может уже в кулуар. Давайте один вопрос и дальше в кулуар. У меня один вопрос и один комментарий. Я так понял, вы шардирование используете в свете того, что сказали, у вас 4 реплики есть на один шард? Это в одном из кластеров, да. А зачем? Для скажем так дополнительной надежности. Были сценарии, когда, например, три реплики не справлялись и мы, например, одну отправляли на техническое обслуживание, там, например, диски уже тю-тю. И, соответственно, вместо нее была всегда четвертая запасная, чтобы три в ряд всегда стояли и обслуживали стабильно, потому что потом начинается просадка, запросы дольше выполняют, проигрываются, пользователи немножко негодуют. Это такой дополнительный резерв. Ясно. И еще комментарий, даже вы про Kafka таблицы так негативно отзывались. Может, у вас там память текла, да? Текла, но она не мгновенно текла, а просто типа за три дня. Это старая версия, наверное, может, попробуйте новую. И вот вы сказали, что Kafka таблица обязательно должна при шардировании в distributed писать. Это же не обязательно в реплику писать в replicated merge 3 и все нормально будет. Надо же на этапе шардирования хотя бы процент n поставить, чтобы матвьюха переливала в этот шар только те данные. Это дополнительно руками придется настраивать, это не особо удобно. А в Sinkere просто запустил, оно работает. По поводу Kafka таблиц, сейчас у нас делался ресерчек, чтобы гештальт закрыть. Вроде бы на современных версиях не течет. Но у нас и нет желания к этому возвращаться, потому что с Kafka и Sinkere все-таки больше гибкости и вариантов использования. Но вы же там тоже в Sinkere настраиваете куда что писать? Ну, там проще. Там проще просто. Либо на технические работы что-то отправить временно, либо перенастроить поток. Это все равно не надо делать create или drop table, чтобы перенастроить что-то. Понятно, спасибо. Спасибо. Сейчас самое главное нам нужно выбрать самый полезный, самый интересный, самый хороший. Какой-нибудь еще? Мне запомнились вопросы от Вячеслава. Отлично. Спасибо. Вячеславу вручается подарок от партнера Газпромнефть. Вам тоже вручается приз от конференции. Спасибо за участие и давайте поблагодарим спикера. Спасибо. 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 .